Сегодня готовим сразу 5, наверное, самых вкусных блюд из обычного картофеля. А начнем мы с очень вкусного и сытного блюда, которое готовится очень просто из продуктов, которые всегда есть под рукой. Основной ингредиент это картофель. Нам понадобится 5-6 картофелин среднего размера. Перекладываем чистый вымытый картофель в кастрюлю, заливаем водой и отправляем отвариваться до мягкости минут 15-20. Пока картофель варится, подготовим остальные ингредиенты. Нам понадобится 1-2 небольшие луковицы. Нарезаем лук достаточно мелко. Теперь нарежем маринованные огурцы. Нам нужно 5-6 небольших огурчиков. Можно использовать и обычные соленые огурцы. Тоже получается очень вкусно. Нарезаем на небольшие кусочки, не сильно мелко и не сильно крупно. Еще нам нужны отварные яйца. Достаточно всего 2 штук. Нарезаем на средние кусочки. Пока мы нарезали все ингредиенты, картофель уже приготовился. Очищаем еще горячий картофель от кожуры. Так картофель быстрее и легче очищается. Очищенный картофель нарезаем на средние кусочки. Для этого блюда можно нарезать картофель и на более крупные, как вам больше нравится. Теперь берем глубокую емкость и высыпаем туда нарезанный картофель, измельченный лук и нарезанные огурцы и яйца. Добавляем перец и соль по вкусу. Хорошо перемешиваем, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались между собой. Теперь осталось заправить наш салат соусом на основе сметаны и горчицы или майонезом. Можно просто сметаной или нежирным йогуртом. Хорошо все перемешиваем. Вот и все. Мы приготовили картофельный салат, который очень популярен в Германии и Швейцарии. Именно там я и узнала об этом рецепте. Это очень вкусно и сытно. Продукты все используются простые и доступные. А блюдо получается очень вкусным и сытным. Салат достаточно прост, но поверьте, он очень вкусный. Его вполне можно подать и на праздничный стол, обыграв форму подачи. Обычно я его готовлю в качестве гарнира на обед и ужин. А теперь приготовим довольно пикантное блюдо. Для этого рецепта нам, конечно же, нужен картофель. Я его разрезаю на части, отправляю в сотейник, добавляю немного воды, так что покрыть только верх и ставлю на огонь. Будем варить картофель до готовности. А пока подготовим остальные ингредиенты. Берем зеленый лук и нарезаем не сильно крупно. Можно взять любую зелень, которая вам больше нравится. Петрушка, укроп. Мне больше нравится именно зеленым лучком. Теперь твердый сыр. Нам нужно грамм 100-150. Все зависит от того, насколько вы любите сыр. В этом блюде он прекрасен как нигде. Его нам нужно натереть на мелкой терке. И остался еще один ингредиент. Это красный сладкий перец. Его очищаем и нарезаем на небольшие кубики. Вообще для этого блюда вы можете подобрать те ингредиенты, которые больше всего любите с картофелем. Можно добавить мясо, грибочки. Одним словом, экспериментируйте со вкусом. Наш картофель уже приготовился. И теперь его нужно натереть на крупной терке. Предварительно дайте ему немного остыть. Этот рецепт прекрасен еще и тогда, когда, например, у вас остался отварной картофель. От приготовления других блюд. Тогда это вообще палочка-выручалочка. И быстро, и очень вкусно. Теперь берем емкость и высыпаем в нее натертый картофель. Красный перец. Лучок. И сыр. Добавим любимые специи для картофеля. Немного соли. И паприку для вкуса. Все аккуратно перемешиваем, чтобы картофель хорошо смешался со всеми ингредиентами. И масса стала однородной. Перемешивается все очень легко и быстро. Теперь ложкой берем небольшое количество картофельной массы. И формируем котлетки. Вот такие вот, как у меня. Форму вы можете делать абсолютно любую, какая больше всего вам нравится. В отдельную емкость разбиваем одно яйцо. И немного его взбиваем ложкой или вилочкой. И еще нам нужны будут панировочные сухарики. Высыпаем их тоже на отдельную тарелочку. Можно сухарики сделать самим, а можно взять уже готовые. А теперь картофельную котлетку опускаем в яйцо. Переворачиваем пару раз. И выкладываем на панировочные сухарики. Обваливаем хорошо со всех сторон. Поправляем форму. И все, наши заготовки готовы. Так проделываем со всем фаршем. Берем противень. Накрываем его пергаментной бумагой. И выкладываем наши котлетки. Можно делать и без яйца, и сухарей. Но мне так нравится намного больше. Пробуйте и выбирайте то, что понравится именно вам. Отправляем теперь всю эту красоту в духовку на 20-25 минут при температуре 200 градусов. Готовые котлетки достаем. Сразу перекладываем на блюдо и подаем к столу. Вкуснее всего они в горячем виде. Поэтому сразу зовите всех к столу. Хрустящая корочка, запеченный картофель, расплавленный сырок. Ммм, это невозможно вкусно. Добавьте еще немного сметанки или майонеза. И все. За уши вас теперь от тарелки не оттащишь. Очень рекомендую приготовить. А теперь приготовим необычное, а можно сказать праздничное картофельное пюре. Ведь это наверное самый любимый гарнир. И все любят его как на праздничном столе, так и в повседневном меню. К мясу, рыбе сложно придумать что-то более вкусное и нежное, чем ароматное картофельное пюре. И сегодня я расскажу, как сделать привычное блюдо вкуснее, полезнее и действительно праздничное. Конечно, для вкусного пюре нам нужен картофель. Его нужно хорошо вымыть, очистить и снова промыть. Картофель нарезаем на средние кусочки и выкладываем в кастрюлю. Теперь особенный ингредиент. Это корень сельдерея. Очень полезный и вкусный. Сделает вкус обычного пюра пикантным и необычным. Сельдерей очищаем и тоже нарезаем на небольшие кусочки. Нарезанный сельдерей отправляем к картофелю. Заливаем картофель и сельдерей водой. Добавляем немного соли и отправляем на средний огонь. Варить будем до мягкости картофеля. Еще один интересный ингредиент. Чтобы сделать привычное блюдо вкуснее, это чеснок. Иногда я его просто отправляю вариться, но сегодня мы его будем запекать. Чеснок нужно положить в небольшую форму для запекания. Полить оливковым или подсолнечным маслом и запекать минут 30-40 в разогретой заранее духовке до 180 градусов, до мягкости. С отварного картофеля сливаем воду и нужно будет его размять до состояния пюре. К этому моменту чеснок уже готов. Добавляем печеный чеснок в будущее пюре и продолжаем разминать. Пока картофель еще горячий, добавляем сливочное масло. Будет достаточно 20-30 грамм и несколько ложек сметаны. Можно заменить на молоко или сливки, но вот мне больше нравится именно со сметаной. Разминаем картофельное пюре до тех пор, пока не останется комочков. Можно использовать блендер или миксер, тогда текстура будет еще более кремообразной. Чтобы украсить готовое пюре и добавить свежий вкус, нарезаем несколько перьев зеленого лука. Готовый картофель подавать горячим. Сверху посыпаем зеленым луком. Привычный вкус стал более пикантным и действительно праздничным. А теперь приготовим просто идеальную картошку, запеченную в духовке. Для этого нам нужно картофель помыть, очистить и нарезать на такие вот ломтики. Старайтесь нарезать на примерно одинаковые кусочки, тогда картофель пропечется равномерно. Перекладываем нарезанный картофель в глубокую емкость. Теперь нужно 2-3 зубчика чеснока натереть на мелкую терку. Можно использовать пресс или нарезать ножом, как кому удобно. В картофель добавляю любимую смесь приправ для картофеля. Измельченный чеснок, пару столовых ложек оливкового масла. Немного соли по вкусу и тщательно все перемешиваю, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. Картофель выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Раскладываю его на противень таким образом, как показано на видео. Так картофель приготовится равномерно и не пригорит. Отправляем теперь противень в духовку на 30-40 минут при температуре 180-200 градусов. Посмотрите, какой аппетитный картофель у нас получился. Это очень вкусно. Сервируем блюдо для подачи. Такая картошечка отлично сочетается с любым основным блюдом. Например, курочкой. Как вкусно запечь курицу в духовке, смотрите по ссылке в описании. И теперь еще один очень вкусный рецепт из простых продуктов. Как видите, нам понадобится лук, картофель и яйца. Самое главное в этом рецепте правильно нарезать овощи. Начнем с лука. У меня довольно большая луковица, поэтому мне достаточно одной. Но если у вас луковицы поменьше, можно взять 2-3. Луковицу разрезаю на половинки и затем снова разрезаю пополам. Нарезаем лук тонкими полукольцами. Посмотрите, какой лук должен в итоге получиться. Ну что ж, будем жарить. На раскаленную сковородку наливаем немного растительного масла. Можно подсолнечное, а можно и оливковое. Кому как больше нравится. Теперь высыпаем весь лук. Разравниваем лопаточкой по поверхности. И посыпаем чайной ложкой сахара. Так лук станет более мягким, вкусным и еще к тому же закарамелизируется. Оставим лук тушиться и пока займемся картофелем. Картошку разрезаем на 4 части следующим образом. Сначала пополам вдоль, а затем каждую половинку снова разрезаем на 2 части. Нарезаем картофель на тонкие пластины. Тут важно нарезать таким образом, чтобы все пластины были одной ширины. Не слишком тонкие и не слишком толстые. Посмотрите, как в итоге у меня получилось нарезать картофель. Все пластины примерно одинаковые. Так картофель приготовится равномерно и быстро. Лук уже стал полупрозрачным. И мы отправляем к нему картофель. Высыпаем сразу весь и хорошо все перемешиваем. Теперь нам нужно хорошо обжарить картофель с луком при постоянном помешивании на среднем огне. Картошка должна стать достаточно мягкой и немного зарумянится. Какой аромат сейчас на кухне. Жареный картофель с луком уже вкусно. Но мы сделаем еще лучше. Пока овощи жарятся, подготовим яйца. В глубокую емкость разбиваем 4 яйца. Добавляем перец и соль по вкусу. И еще добавим одну очень полезную специю. Куркуму. У нее не очень выраженный вкус. И я очень часто добавляю ее в разные блюда. Из-за ее полезных свойств. Хорошо вилкой размешиваем яйца со специями. Достаточно просто хорошо перемешать. Взбивать ничего не нужно. Как только картофель станет мягким и слегка зарумянится. Выкладываем сразу со сковороды еще горячими. Лук и картошку в емкость с яйцами. Желательно выкладывать так, чтобы лишнее масло осталось на сковороде. И не попало к яйцам. Теперь хорошо все размешиваем. Яйца, картофель и лук. Чтобы яйца обволокли овощи. Это нужно для того, чтобы карамелизация овощей пропитала яичную смесь. Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут. Через нужное время снимаем полотенце и отправляем омлет на сковородку. Сковородка с антипригарным покрытием. Смазывать ничем не нужно. Поэтому мы сразу выливаем омлет в сковородку. Распределяем, чтобы получился равномерный слой. И жарим 1 минуту. Затем уменьшаем огонь до медленного и жарим еще 2 минуты. Переворачиваем с помощью тарелки. Это очень просто. Кладем большую тарелку сверху сковороды. Придерживая, быстро переворачиваем. Снимаем сковороду и сдвигаем омлет с тарелки снова в сковороду. Увеличиваем огонь до сильного и снова жарим 1 минуту. Затем уменьшаем огонь и жарим еще 2 минуты. Готовый омлет выкладываем на тарелку для подачи. Этот омлет родом из Испании и называется испанская тортилья. Подается испанский омлет с картофелем порционно. Отрезаем кусочки, как от торта и раскладываем по тарелкам. Блюдо получится очень румяным и красивым. А на вкус пальчики оближешь. Сочетание жареного картофеля и лука нам знакомо и очень нравится. Но вот в таком исполнении это совершенно другой новый вкус, который я уверена тоже вас порадует. Это отличный вариант для завтрака, а одной порции точно хватит на 4 человек. Вкусное, питательное и бюджетное блюдо. Кстати, если вы в поиске идей для завтрака и пропустили рецепт вкуснейшей сырной лепешки, оставлю ссылочку на рецепт внизу под видео. Я желаю вам успехов в приготовлении. Обязательно попробуйте эти рецепты. Я уверена, вам они точно понравятся. Всем приятного аппетита, отличного настроения и скоро увидимся. Пока-пока!